Честь, долг и мужество. В Павлодаре прошло торжественное принятие присяги. Быть верными защитниками Отечества поклялись курсанты альтернативной армейской службы. Они проходят ускоренное обучение в Центре военно-патриотического воспитания. Первым в этом году выпускникам свои напутствия дали ветераны Великой Отечественной, а также труженьки тыла. Торжественное построение, государственный гимн и вот начинается с самой волнительной для каждого парня момент. Текст военной присяги солдаты знают наизусть, но волнение все равно дает о себе знать. Ведь такое бывает только раз в жизни. Я очень рада, что мой сын принял присягу, что наконец-то он как бы обрел статус такой, что он человек, который может защищать свою родину. Ни одна присяга не обходится без напутствия представителей старшего поколения. Глядя на современных бойцов, ветераны Великой Отечественной войны вспоминают свою молодость. У нас была встреча с ними, с участниками Великой Отечественной войны. Обменялись опытом, мнениями. В то время как было тяжело. Бывшие фронтовики и труженики тыла пожелали солдатам, чтобы их ружья стреляли только на учебных сборах. Ануар Хусаинов ушел на фронт, когда ему едва исполнилось 18 лет. Мы тоже такими солдатами были. Требования, дисциплина, порядок. Я обрасту выполнять все задания родины и командования. Наше поколение много работало, видело много бедствий. Скорость 70-летия Великой Победы. Всех поздравляем. Пусть наша молодежь растет крепкой, здоровой и не знает никаких бед. Готовить военнослужащих на альтернативной основе в Павлодаре начали два года назад. Это первый в текущем году выпуск курсантов военно-патриотического центра. Здесь нас учат доблести, чести, воинским дисциплинам. Очень благодарен нашим офицерам. Альтернативная служба почти ничем не отличается от обычной. Та же самая жизнь по уставу, то же самое казарменное положение. За время учебы курсанты изучают 12 основных предметов по военному делу. Выезжают на стрельбище и сдают теоретические и практические экзамены. Длится альтернативная служба 40 дней после получения сертификатов и воинских билетов. Они могут дальше идти служить контрактниками или продолжить обучение в военных вузах. Из Павлодара Солова-Цемербулатулы, Марат Игельков и Алексей Амельницкий.